Уважаемые коллеги, еще раз доброе утро. Еще раз огромное спасибо за приглашение участвовать в нашей замечательной конференции. Я хочу передать огромный привет от дирекции нашего центра, нашего уважаемого академика Сухигина Тихоновича, который также рад приветствовать вас на этой конференции и пожелать нам творческих успехов, хорошей работы и чтобы все мы эти методики использовали в своей клинической практике. Дело в том, что проблема бесплодного брака, она вечная и, к сожалению, с каждым годом она не уменьшается, а только увеличивается. В некоторых регионах частота бесплодного брака не уменьшается, увеличится до 20%. И поэтому весь мир сейчас приходит уже к таким технологиям, как вы знаете, экстракорпоральное оплодотворение, переносы бриона или еще называют вспомогательные репродуктивные технологии. Но, к сожалению, эффективность, как бы мы ни старались, эффективность экстракорпорального оплодотворения не так высока. И в среднем достигает 30-40%. Вот буквально недавно, месяц назад, прошла конференция в Уфе, где встречались наши специалисты-репродуктологи, так называемые РАРЧ, наша ассоциация называется. Еще раз было подтверждено, что эффективность программ ЭКО и всех ВРТ в среднем 40%. Ну, плюс-минус там несколько процентов, в зависимости от группы пациентов. Каковы причины неэффективности программы ЭКО? Их на самом деле очень много. Особую группу занимает, конечно, женщина с воспалительным заболеванием придатков матки. Их достаточно много. Они занимают одну из первых мест в структуре гинекологической заболеваемости. Воспалительные заболевания приводят к развитию спаечного процесса в малом тазу, хронического эндометрита. Это, в свою очередь, является причиной бесплодия. Эти пациентки приходят к нам на лапароскопию. Мы проводим сальпинговарийолизис, рассекаем спайки, восстанавливаем проходимость. Но эффективность после таких операций тоже недостаточно невысока. Достигает даже 25, максимум 30%. И эти пациентки, как правило, идут дальше на терапию, программами ЭКО или вспомогательных репродуктивных технологий. Но кто работает в акушерстве гинекологии, особенно в гинекологии, очень хорошо представляет, что это за группа пациентов. Когда приходит пациентка 42 года с длительным воспалительным процессом, 15-20 лет, перенесла одну тубоктомию, допустим, по поводу внематочной, 2 лапароскопии, 3 гистероскопии, 2 гистеросальпингографии, и нужно получить ребенка. В результате мы имеем вот те осложнения, которые мы имеем на сегодняшний день. Это может быть и циркуляция радичных аутоантител, включая циркулирующие иммунные комплексы, включая аутоантитела, хорионическую гонадотерапию, антифосфолипидные антитела, то есть нарушение в иммунной системе. Большой процент активации внутрисосудистого свертывания. В результате мы имеем нарушение различной системы гемостаза. Кроме того, мы имеем тонкие эндометрии на фоне хронического эндометрита или нарушение рецепторного аппарата эндометрия. В результате, допустим, она принесла 2 аборта, потом началось воспаление придатков матки, и в результате рецептивность эндометрия нарушена. И как бы мы ни пытались получить беременность, мы ее не имеем у этих пациентов. Поэтому все эти пациентки, как правило, вот эта данная работа АЧАН Анны Сергеевны показала, насколько сложный контингент этих пациентов, и все, кто работают в программе ЭКО, никогда не нужно. Пришла пациентка на программу ЭКО сразу и брать программу. Нужно разобраться с причинами неэффективности вообще лечения бесплодия. И к нам в отделение приходят пациентки, которые иногда делают 1, 2, 3 попытки, и нет эффективности этих программ ВРТ. Самое большое количество неэффективных попыток ЭКО, которые к нам было, это 20 попыток. На протяжении 5 лет эта пациентка проводила. Поэтому масса факторов, которые приводят к неэффективности программы ЭКО, и поэтому, несомненно, этих пациенток нужно готовить. И мы пришли к выводу, особенно в нашем отделении, почему мы работаем системно, то есть воздействуем системно, как методами экстракопоральной гемокоррекции, это плазмофюреза, плазмообмены, фильтрационные методики. И используем, конечно, различные методы квантовой гемотерапии, ультрафиолет-лазер, и используем озонотерапию, которую также используем и системно, внутривенные инфузии озонированных раствора, и используем локальные. Это могут быть внутривлагалищные орошения, может быть внутриматочные введения озонированных растворов, и может быть внутребрюшное введение озонированных растворов, непосредственно на операцию рассечения спаи во время лапароскопического проведения вот этой операции. Поэтому был проведен анализ целого ряда исследований. Целью этого исследования было конкретно повышение эффективности программы КО и переноса эмбрионов пациентов с трубами перетеняли форму бесплодия в результате длительного воспалительного процесса. И проводилось это в сочетании плазмофереза и озонотерапии. Сначала мы начинали просто с плазмофереза, потом включали уже озонотерапию по методике, о которой я скажу выше. Вы видите, группа исследований, две были. Одну мы включали плазмоферез озона, вторая группа общепринятая медикаментозная терапия. Кто работает в клиниках ВРТ, знает, что медикаментозная терапия, как правило, включает антибиотики, дезагреганты, антикоагуляцию и массу других препаратов, которые, как кажется, способствуют повышению эффективности. Критерия отбора вы видите на слайде, это длительное бесплодие, обязательно наличие в анализе от одного до трех попыток неэффективности программы ЭКО, чтобы подготовить их к пациентам и получить хороший результат. Данную методику также представлены на слайде. Мы проводили пациентам плазмоферез. Объемы удаления эксфузии, кто работает с медом гемофереза, 25-30% ОЦП. Замещение, как правило, проводили озонированным физиологическим раствором и обязательно коллоидным раствором, чтобы не получить состояние гиповолимической гиповолимии. И целый ряд пациентов проводили внутривлаголичное орошение. Почему я также скажу выше. Озонированным раствором или физиологическим, или озонированной дистиллированной водой. Ну и вторая группа, которая сказала уже, вы видите различные препараты. После того, как проводили подготовку этих пациентов, в следующем цикле началась стимуляция овуляции по протоколам ВРТ. Это мог быть ДПОД и КППТИЛ, человеческий монопаузальный гонотерапин в различных модификациях. Что было показано, на данном слайде вы видите средний возраст за 30 лет, продолжительность бесплодия 6 с лишним лет, выраженный спаечный процесс 3-4 степени, который был подтвержден данными лапароскопии. И многие экстрагенитальные заболевания, я имею в виду хронические воспалительные, как хронический фаренгит, танзелит, многоаллергические заболевания, хронический цистит и так далее, и так далее. То есть пациенты, длительно страдающие различными воспалительными заболеваниями. В отношении вирусов, это отдельная тема, отдельная лекция на самом деле, вируса носительства ВПГ и ЦМВ, вирус простого герпеса и цитомигаловирус. Вирус носительства вы видите достаточно часто у этих пациенток, но и есть лабораторная активация у этих пациентов, когда мы по иммуноглобулинам класса G и M имеем активацию в крови у этих пациенток. И активная форма непосредственно пациентка, ПЦР-диагностика, обязательно проводится мазка из лакалищ, когда мы имеем вируса и внутривлагалищ. Поэтому пациенты, прежде чем брать на лечение бесплодий программы ЭКО, обязательно провести исследование на ВПГ, ЦМВ-инфекцию, если активная форма, провести антивирусную терапию. Этих пациентов мы лечили озонами. Вот этим пациентам как раз проводилось внутривлагалищ нарушение озонированными растворами. Но особое значение, поскольку мы работаем с кровью, мы обратили, конечно, систему гемостаза. Почему? Потому что у этих пациентов, как правило, имелось тромбин и миа, гиперкоагуляция выражена, носительство антифосфолипидных антител и других нарушений в системе гемостаза. Хотя в жизни тромботических осложнений у них не было, все у них прекрасно. Но я хочу сказать, что как только мы начинаем стимуляцию эволюции гормонами, сразу повышается гиперкоагуляционная способность крови. Это приводит к отслойке хориона ранней неразвивающейся беременности и к таким тромботическим осложнениям, как тромбозы засудов плаценты, гибель уже внутриутробных в более поздних сроках. Это надо иметь в виду. И мы провели большое исследование, именно обратив внимание, на систему гемостаза. Вы видите, что когда мы провели рутинно систему гемостаза, было показано, что только гиперагрегацию мы выявили почти у 30%, а у 70% было в пределах нормы. Но если говорить об индивидуальном анализе этих показателей, как правило, это или к верхней границе нормы, то есть гиперкоагуляция, например, повышение активности, кофактора, фактора Виллибранта, РКМФ повышен на 20%, Волчаночный анализеокогулянт присутствовал в 25%. И в нашем центре мы имеем лабораторию гемостазиограба, обязательно мы пишем тромбоэластографию, которая говорит об агрегационной способности крови, об ее тромбодинамическом потенциале. Вы видите, когда мы исследовали такие факторы, как тромбин, антитромбин и антигепаринный фактор тромбоцитов, это маркеры ранней активации тромбоцитов и всей крови. И вы видите, что у пациентов с бесплодием выше, чем в контрольной группе. То есть они заведомо имели уже тромбинамию, но такое субкомпенсированное, о котором мы также будем говорить. Неинтересные исследования были проведены также по изучению функциональных типов тромбоцитов с использованием фазовоинтерферционных изображений. Это прижизненная фазометрия на компьютере. И было показано, что у этих пациентов с бесплодием тромбоперетиняли значительное количество было как раз активированной формы тромбоцитов. Вы видите, голубое, голубым цветом обозначено. И меньше было тромбоцитов в покое, ну и остальные показатели были в пределах нормативных. Хочу сказать, что и тромбоциты по степени мифологической зрелости у всех женщин с бесплодием, вы видите, в основном были старые, зрелые тромбоциты, меньше юных, ну и, что еще хочу сказать, меньше юных, но самое главное, что они зрелые и активные. В результате этого мы имеем те осложнения, которые бывают при программах ЭКО в результате стимуляции овуляции. И было сделано вывод, что именно прижизненная фазометрия тромбоцитов является достаточно чувствительным методом, который, можно сказать, уже на ранних этапах об активации именно клеточного звена гемостаза. Это важно иметь в виду для специалистов, кто работает в программах ЭКО, обращая внимание на гемостаз и функцию тромбоцитов. И таким образом, в результате вот таких исследований гемостаза мы показали, что идет активация внутрисосудистого свертывания уже на ранних этапах терапии, которая проявляется тромбин и меем, повышение субстратов кофактора свертывания и относительно тромбоцитопотеи потребления в результате хронической активации и изменения морфометрических свойств тромбоцитов, о чем вы только что имели представление. Ну и самое главное, как эти методы влияют вообще на систему гемостаза. Кто знает методы гемофереза, очень хорошо представляют. Удаляем плазму, удаляем, естественно, факторы свертывания и вливаем, инфузируем растворы, происходит гемодилюция. А если мы еще используем зонервные растворы, это уже потенцирующее действие плазмофереза, и плазмоферез потенцирует действие озонов. В результате этого мы имеем снижение агрегационных свойств тромбоцитов, активацию протеина С, снижение РКМФ, полчаночного антикоагулянта и активность кофактора Виллибранта. Понятно, да, вот механизм действия вот этого. Даже если бы вы не делали, допустим, озон, вы бы имели все равно эффект влияния плазмоферезов на систему гемостаза. Это одно из основных воздействий методов гемофереза в систему гемостаза. Но озоны всегда потенцируют действие методов гемофереза. Это совершенно четко доказано и в наших работах, и во многих работах кто работает с этими методами. То же самое и по тромбоэластографии. Вы видите, индекс троподинамического потенциала снижается, МА снижается и показатели РК значимо снижаются. Ну и, конечно, маркеры тромбин-антитромбин. Тоже мы их фактически удаляем на метод гемофереза, создаем гемодилюцию, имеем снижение концентрации тромбина-антитромбина и активность ИПФ4. Это антигепаринный фактор 4. Он должен снижаться, потому что он как раз говорит о том, что его тромболитические свойства крови более активны, по сравнению с тем, как мы брали пациентов до лечения. Ну и самое главное, в результате тех воздействий, которые оказывают методы гемофереза и методы воздействия озонированными растворами, видно, что активные формы тромбоцитов уменьшились, а тромбоциты покоя увеличивались. То есть явное воздействие на клеточный состав, на клеточное звено системы гемостаза у этих пациентов. Так, после медикаментозной терапии, естественно, мы тоже имели результат, как вы видите, но какая нагрузка? Фактически уже в цикле зачатия пациенты получали фрексипарин или клексан, кортикостероиды с целью иммуносупрессии, например, антибактериальную терапию или антивирусную терапию, то есть медикаментозная нагрузка значительно выше. Но, естественно, эффект мы имели, вы видите, и по маркерам ранним, тромбин, антитробин, и по F4, и по данным гемостазиограммы, это РКМФ, АА, и агрегация тромбоцитов тоже происходит снижение. То есть эффект медикаментозной терапии имеется, но самое интересное, какой будет эффект в плане наступления беременности. Вот это интересные данные, сейчас мы вам продемонстрируем. Динамика уровня содержания тромбина и антитробина в цикле уже стимуляции, то есть мы закончили подготовку, отдали девушек, наших женщин, уже непосредственно в лабораторию экстракопорального плодотворения или на программу ВРТ, и начинается стимуляция в эволюции гормонами. И вы видите, до лечения... Это кончено? До лечения РКМФ были достаточно высокие, потом происходит снижение. Наша главная группа красная. Вы видите, что наши показатели ниже, чем показатели медикаментозной терапии. Но самое интересное, вот это эффективные циклы. Пациентки забеременели. Те, которые забеременели, наши красные, фактически приближаются к норме тромбина-антитробин, а желтая, наоборот, повышение. Здесь усиливают увеличиваться дозы антикоагулятной терапии. Понятно, да? И был сделан вывод, что уже сама стимуляция овуляции гормонами активирует систему гемостаза, активирует, повышая функции, повышая маркеры внутрисосудистов свертываем и требует обязательно антикоагулятной терапии. И сейчас во всех протоколах ВРТ проводится антикоагулятная терапия. Если нет эффекта от антикоагулятной терапии или непереносимости, все пациенты готовятся методами плазмфераза с озонотерапией у этих пациентов. Ну и самое главное, беременность. То, к чему мы стремились. Вы видите, беременность в нашей группе наступила 51%, в группе с метикаментозной 42%. Но самое главное, синдром гиперстимуляции ящиков в нашей группе все 8%, а в группе сравнение 28%. И репродуктивные потери на ранних сроках во втором триместре в нашей группе меньше, чем в группе, которая проводила общепринятую терапию. Про степень тяжести не буду говорить. Ну и частота родов. Естественно, это самое главное, можно забеременеть, а в конце беременность не иметь ребенка. В нашей группе 84% живорождения, в группе сравнение 71%. И хочу еще раз сказать, что группа с бесплодием, это многофакторная группа, ее нужно обязательно готовить к программам ЭКО, иначе эффект будет нулевой. А наши методики ферментной терапии в сочетании с озонной терапией, с другими методами квантовой гемотерапии позволяют повысить эффективность этой терапии. Спасибо большое за внимание. Вопрос в том, что это все нормально, я профилактически дал вам знать. Уважаемые коллеги, наверное, мы не будем откладывать вопросы, если у кого-то они возникли. Давайте задавайте докладчику сразу после доклада. Я думаю, так будет правильно. Нет возражений? Тогда, может быть, есть вопросы? Пожалуйста, есть возможность их задать. Вопрос деторождения подняли очень важный, и я отмечу, что очень сложный, очень сложный. Его решить не так-то просто, не так-то просто, поэтому и возникли такие методики, как ЭКО. Мне удалось, из 16 женщин ко мне обратились из-за бесплодия, сейчас они имеют по одному два ребенка. И если вы не против, я бы поделился с вами, как это производится. Уважаемые коллеги, вы знаете, у нас существует регламент, поэтому я думаю, что вы заинтересовались своим богатым опытом присутствующих коллег, и они будут иметь возможность обратиться к вам в кулерах с вопросом, а вы соответственно не ответите. У нас жесткий регламент, поэтому, к сожалению, сейчас я не могу предоставить вам слово. Спасибо. Да это не в кулерах, не в регламенте, дело в сущности всегда, а мы всегда скатываемся на какую-то канцелярскую бюрократу. Замечательно, спасибо, я очень. Что это, да, большая. Спасибо, спасибо. Коллеги, еще, пожалуйста, вопросы. Еще одна ремарка в плане возраста. Вы видите, по телевидению, и в прессе очень много сейчас рожают, 60 ли, 70, 75. Вы сами представляете, что только донации рециклета и суррогатному интересу может способствовать рождению таких детей. Просто был случай буквально на выезде, когда мы проходим мимо регистратору, стоит пожилой пациент лет 75, говорит, мы пришли с бабулькой сделать ЭКО. У вас скидки пенсионеров есть? Он говорит, нет, у нас нет пенсионеров. Он говорит, а инвалидам. Вы поняли, о чем я говорю? Поэтому надо рожать, надо готовить пациента программы ЭКО молодым. Если не получать в течение 5 лет максимума, значит, придем на программу ЭКО. Это я имею в виду до 40 лет. После 40 лет сразу падает процент зачатия программы ЭКО. Тут уже, говорит, о донации рециклетов нужно у этих пациентов. Спасибо.